ребятушки мои всем привет это абхазия новый афон 21 ноября второй день у нас поливает дождик и казалось бы так вот такая погода не очень да но на самом деле такая погода тоже нужна и можно сделать очень много полезных дел в это время сейчас вот я с одного балкона поснимаю потом пойду покажу вам с другого балкона конечно же мы сидим дома вчера дождь немножко заканчивался мы сходили погуляли вчерашнее видео может быть уже вы посмотреть успели вот а сейчас хочу рассказать чем я чем я занимаюсь и чем можно заняться на юге в такую вот дождливую погоду в первую очередь конечно можно разобрать все свои богатства которые хорошую погоду гуляя по по берегу по пляжу вы насобираете шишечки камушки ракушечки все это вот я сегодня весь день этим занималась это уже остаточки у меня еще коряжки были палочки веточки всякие вот на самом деле из пляжного мусора можно столько всего сделать вы просто себе не представляете сегодня я разбирала свой пляжный мусор который я на днях вчера позавчера насобирала и вот что у меня начало уже получаться это еще не окончательный вариант это только начало работы это панно из driftwood и других природных материалов друзья я этим увлекаюсь давно занимаюсь но я это продаю для себя делаю продаю здесь но не просто декоративное украшение здесь будет такой небольшой секретик пока я об этом говорить не буду это волшебные штучки у меня всякие вот но вот этим вот когда погода не очень можно просто декоративное что-то вот для себя сделать и увести с юга смотрите но здорово получается такая вот лесенка можно вообще как угодно это все смастерить второй момент чем можно заняться ну конечно же спланировать свои поездки какие-то на завтра например у нас будет отличная погода я уже думаю я уже посмотрела варианты куда можно съездить что можно посмотреть завтра солнечно и до плюс 17 обещают поэтому но скорее всего в гагру мы поедем но там уже как карта ляжет посмотрим как получится сейчас вроде дождик подзакончился джигиты гоняют дождик подзакончился вот ну сегодня мы уже все равно никуда не пойдем так вот вам вид этот покажу хотя небо уже смотреть потихоньку растаскивает вот скорее всего действительно вот будет завтра хорошая погода потому что прогноз на вчера и на сегодня он ну оправдался то есть как обещали на том сайте где я смотрю вот так она и такая погода и есть сегодня и вчера такая была как обещали вот поэтому мы ну скорее всего завтра поедем в гагру а сегодня кроме того что я позанималась творчеством перестирала все построила планы на ближайшие несколько дней даже может сказать можно сказать что месяц кушать наготовила на несколько дней чтобы спокойно уезжать и уже как бы об этом не думать вот вчера мы феде поставили сенсор либра 2 у нас вот так это выглядит ночь он спал с вечером я в обед поставила и сегодня утро мы его активировали сейчас я покажу как это работает кто не знает напомню что у федора ему 6 лет с трех лет 3 там уже ближе к четырем до получается было вот и мы втроем ездим прошлом году мы жили в прошлом году мы жили в сочи втроем я федя и диабет в этом году мы переехали жить в абхазию таким же составом вот и для облегчения нашей жизни для упрощения так скажем да вот этот вот сенсор это непрерывный мониторинг сахара в крови чтобы не колоть палец в прошлом видео я показала кому интересно посмотрите как это ставится вот и как это работает я сейчас покажу вот этот ридер включается просит поднести показывает наш сахар 5 и 6 там в сенсоре усик который при установке входит в кожу и он постоянно контактирует но с кровью получается и вот мы видим постоянно сахар там я установила порог вот где вот эта голубая полосочка нижний порог у нас четыре с половиной единицы сахара верхние 9 единиц вот это вот голубая полосочка это наш хороший сахар в пределах которого мы должны быть вот сегодня у нас прям все очень очень хорошо ну с утра немножечко вот такие вот туда-сюда скачки были потому что кто-то втихаря съел печеньку куда вылазь давай вот и теперь с этим прибором нам гораздо меньше нужно колоть выходи инсулина ой этого палец чтобы замерить но все равно мы это делаем потому что глюкометра нам обязательно нужен все равно чтобы сверить перед едой показания сверить чтобы высчитать точную дозу показания ридера и глюкометра могут ну на пару на одну-две единицы расходиться ну вот чтобы точно дозу вымерить на ху перед еду все равно нужно сахар замерить вот и перед перед вкалыванием утреннего и вечернего инсулина длинного тоже замерять контрольный делать замер с этой стороны тоже не уже появляется все завтра точно будет шикарная погода но про диабет немножко расскажу потому что много вопросов мне везде задают как и что мы как надолго мы уезжаем где мы что получаем значит мы прикреплены еще пока что в сибири у себя там по месту жительства поликлиники и там мы все получаем инсулин и тест полоски для глюкометра перед отъездом на полгода я получила инсулина и тест полосок на полгода мы все взяли с собой то есть проблем с этим нету даже если будет у нас какая-то немножечко нехватка тест полосок что может возникнуть инсулина но как бы всегда его немножко с запасом бывает с этим проблем нету что не хватит инсулина а вот тест полоски такое может случиться вот но у меня есть контакты есть в телеграме группа диабет sales как-то так она называется вот там можно недорого продают с рук но кто-то получает не пользуется может быть или как-то где они там берут я не знаю вот мы не продаем нам самим не хватает иногда бывает вот сами докупаем вот и там но в полцены можно купить вообще-то с полоски вот я здесь они продаются в аптеке я заходила в аптеку в новом афоне мы находимся сейчас эти тест полоски которыми мы пользуемся кучек перформа 50 штук они здесь стоят 2000 рублей это просто ну цена просто дикая ужасно дикая цена очень дорого но если в сибири у нас где-то 1100 вот стоят они такая 50 штук упаковочка то здесь почти в два раза больше конечно но есть варианты где можно купить эти тест полоски по адекватной цене поэтому проблем нет в поликлинике знают что мы уехали куда мы уехали вот потому что я там писала заявление чтобы мне на полгода выдали вот как бы но не просто так да когда мы там нам каждый месяц я ходила чтобы получить на месяц выдавали вот но она полгода там я написала заявление на имя заведующей немножечко поругалась конечно потому что ну не просто так все это вот так раз пошел тебе и там радостно тебе так это все выдали да конечно это все не так радужно и радостно вот но тем не менее мы так или иначе мы получили то что нам нужно и я надеюсь что нам этого хватит вот а через полгода весной мы собираемся вернуться туда получим ну и там уже будем дальше либо мы там летом будем либо как либо если мы продадим переедем куда переедем там уже будем перекрепляться получать вот такая вот история ну смотрите у нас дождь прошел лучше 5 никаких нету дороги сухие потопов нету все отлично вообще с адлером с очень не сравнить там реки текут из канализационных люков фонтаны бьют вот а здесь все с этим замечательно свежо на улице плюс 10 всего градусов как бы вот раздетой мне холодно честно я пошла заходить друзья всем хорошего настроения увидимся завтра надеюсь что в гагре